Хейушки ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня берем опять-таки нового персонажа в игре, Супер Черепашка, это у нас Купит, ну типа Купидон сокращенно, ну это такой, ааа, я типа понял, наверное это совмещение слова Стьюпид и Купидон, типа тупой и Купидон, ну ладно, посмотрим, может быть это действительно так, но вот так он выглядит, ребят, давайте все-таки возьмем его, и у нас как раз-таки сегодня новое оружие, это АК-47, мы его сегодня посмотрим, и если вы хотите, чтобы мы сегодня опять-таки открыли нового героя, то обязательно ставьте лайк. И у нас максимальный рекорд, в данный момент 150 тысяч, ребят, мы должны его сегодня побить, я по крайней мере очень сильно надеюсь на то, что мы сможем это сделать, но ничего не обещаю. Офигеть, у автомата Калашика, вот смотрите сколько патронов, вы поглядите, офигеть просто, что за жесть. Так, плохо, плохо выстрелил, оп, такой вот Купидон, кстати, чтоооо, в самом начале, серьезно, в самом начале, ребят, шипов коснулся, нет, такое вообще редко сейчас в последнее время бывало, ну ладно, чего уж тут поделать, типа, ну коснулся, и придется еще раз стартовать. Это, видимо, из-за того, что я плохо стартанул. В принципе, сейчас я тоже не особо хорошо стартанул, ну ладно, будем надеяться, что все будет хорошо. Тик. Солнце. Я уже испугался, я думал, опять проиграли. Оно нас намного выше подкидывает, чем штурмовая винтовка, которая у нас до этого была, но при этом все равно не так высоко, как хотелось бы. К примеру, револьвер вообще нас кидал в космические пространства. Ну ладно, попробуем с этой фигней, с Калашниковым, может быть, действительно, мы улетим дальше. Патронов у нас, потому что действительно очень много. Еще мы можем сами выжидать нужного момента. Так, сейчас стрельну и сразу же использую ракеты для того, чтобы ускориться. What the fuck? В каком направлении ты летишь? Так. О, сейчас вверх полетел. Ну, очень странно, он как-то во все стороны полетел. Не было единого направления, это очень странно выглядело. Так, ну 32 тысячи мы только преодолели. Не, ребят, все-таки с револьвером мы летим намного быстрее и намного дальше. То есть револьвер нас действительно в миллионы раз ускорял. Миллионы раз. Купидончик уже не чувствует просто своего тела, видимо. Посмотрите на него. Вы гляньте на это чучело просто. Это вообще конкретная жесть. Такое выражение лица я еще не видел. Не, вот этот художник, конечно, он очень классно рисует. Аниматор, который нарисовал эту игру, ребят. Мне очень нравится. Надеюсь, вам тоже нравится этот чувак. Раньше он нарисовал мультики. Мультики майнкрафтовские. И вообще много мультиков. Dragon Balls. И вот сейчас он решил заняться все-таки игрой. Ну, довольно-таки неплохо получается, мне кажется. То есть, если человек умеет рисовать, почему бы действительно не нарисовать собственную игру? Мне кажется, многие аниматоры, которые рисуют, либо рисовали, либо мечтали об этом. В том, чтобы когда-нибудь создать свою игру. Ну, вы серьезно? Черт, в космический мусор. Да что же вы будете делать? Опять, ребят, космический мусор. Посмотрите на его лицо. Как он приземлился. Блин, вот говно. Не, на самом деле, револьвер был лучше, ребят. Я не знаю, как вам кажется. Напишите в комментариях прямо сейчас. Что было лучше, револьвер или все-таки автомат Калашникова? Мне кажется, револьвер. Так, давайте еще раз попробую отправить его как можно дальше. Я не знаю. С этим Калашниковым, ребят, мы еле-еле вообще дошли даже до половины. То есть, с револьвером мы долетали много дальше. Возможно, это связано еще и за персонажей. Я понятия не имею. Если вы знаете, ребята, напишите мне в комментариях, есть ли какая-то разница между персонажами. То есть, если я беру одного, будет ли это значить то, что... О, все хорошо. То есть, есть ли разница между тем, что я беру, к примеру, обезьяну, либо купида. Кюпид. Во, полетели, полетели, полетели. Вот я, на самом деле, ребят, без понятия. Смотрите, он вверх полетел. Серьезно? Я такое, кстати, первый раз вижу. То есть, мы сами должны его направлять? Видите, купидон, видимо, мы сами должны его направлять. В отличие от большинства существ. То есть, ракету мы сначала должны включить ее. И после этого стрельнуть для того, чтобы он правильно, в нужном направлении полетел. Это сложно. Я не знал. Прикольно, прикольно все это. Ну, смотрите, какая она скорость. То есть, довольно-таки медленно мы летим. Просто если представить, как мы летали тогда с этим за супер этого непонятного инопланетного чувачка, мы там вообще просто преодолевали пространство и время. Оп. Давайте, наверное, зажмем калашников. Я просто хочу посмотреть, как это будет выглядеть. На что это будет похоже. Так, давайте. Ну, это максимум. И видите, он долетел всего лишь до 1600. О, мы что-то взяли. Опять-таки. Прикольно. Но это скорости нам особой, как бы, и не придало. То есть, в данный момент мы летим медленнее, чем летели, когда использовали револьвер. Жалко? Ну, а что ж поделать, да? Ничего с этим не поделаешь. И видите, бонусов он никаких не подбирает, не подлетает ни на ком. О, солнце. Вот только скажешь, и сразу началось, да? Ну, оно, наверное, на этом и закончится. Хотя, смотрите-ка, мы еще держимся, держимся. Ну, скоро все падает и падает, падает и падает. Инопланетяне помогли. Кстати, патроны вообще, ребята, не попадают. Посмотрите. То есть, сколько мы пролетели, где-то метров 1030, да? Ни одного патрона с этого момента мы не подобрали. Хотя и до этого не подбирали, видимо. Просто, они настолько редки, что ли? Я не думал раньше, что они будут такие редки. Я не знаю, может быть, какой-то буст есть для того, чтобы патроны чаще попадались. Почему бы и нет? Давайте, кстати, посмотрим, что будет, если наш чувачок... А, нет, еще раз. Нормально. Офигеть! Мы пролетели мимо этих шипов. Как же это повезло нам. Все, давайте заканчивать. Посмотрим, что он сейчас будет делать. А, у меня есть, кстати, автомат. Нифига себе, он ускорился. Нормально. Нормально. Взял, ускорился на несколько сотен раз. Офигеть. Ладно, давайте закончим. Посмотрим, что он будет делать. Когда встает. Когда заканчивает забег. Все, что ли? Это все, на что ты способен? Эх ты, Кюпид. Стюпид Кюпид. Ну, ладно. У нас есть 246 тысяч. Посмотрим, сейчас, что можно будет купить на эти деньги. Купить мы ничего не можем, так что идем открывать персонажа. Надеюсь, вы поставили лайк за то, что мы сегодня откроем еще одного чувачка. И посмотрим, что же нам выпадет. Давай, 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 давай. Какой-то начальный чувак. Кто же это? Это у нас Рыба Фугу. Суперкрутая Рыба Фугу какая-то. Ладно, прикольно. В любом случае, новый персонажик, ребят. Надеюсь, вам захочется посмотреть, на что он способен. А пока что продолжаем играть за Кюпида. Кюпид, Кюпид. Следующая, кстати, давайте Кока-Кола посмотрим, сколько стоит, а то все время забываю. Почти 500 тысяч, то есть нам нужно еще больше половины, да? Ух. Ладно. Посмотрим, постараем сейчас добить нужное количество. Но что-то у нас не получается за Кюпида, ребят, нормально полетать. Ну, не получается и все. Так, подлетаем. Я, скорее всего, знаю почему, потому что наш инопланетянин на ракете летел в нужном направлении. Просто под углом. Ой, я забыл нажать. Во! То есть инопланетянин летел почти в этом направлении. Ну, он даже немножко лучше угол выбирал. А наш Кюпид, то есть мы сами должны выбирать. Это довольно-таки сложно. Тысячи лет на тарелке не летал. Нифига себе. Попали, наконец-таки, на тарелку летающую. Летающую. То есть за все это время мы пролетели 12 тысяч километров. Вот, 12 тысяч метров. Пипец. Это мизер. Это мало. Ну, лады. От всех отталкивается. Кстати, давно такого не видел. Что-то, наоборот, редко бывает такое, что отталкивается от кого-то. Мы, кстати, видим, что сердечки вылетают из нашего персонажика. Это довольно-таки классно. Я вроде бы не видел больше никого, у кого вылетали бы сердечки или вообще что-нибудь на заднем плане. Что-нибудь оставлял бы... Кто-нибудь оставлял бы след. Может быть, вы видели, но я не обращал внимания. Скажите мне, если это так. На каком персонаже это было. Летим, летим. Блин, вообще пипец. Скорость мизерная. Обидно, конечно, это. Тек. Тек. Нет! Купидончик! За что? За что, господи? Офигеть. Ладно, в любом случае, мы, ребят, не дойдем сейчас, по крайней мере, до нового оружия. Мы открыли с вами нового персонажа и в следующей серии обязательно посмотрим, на что он способен. А с вами был Лекс. Это была игра Супер Черепашка. Надеюсь, вам понравилось. Если вы, да, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Не забываем подписаться в публике ВКонтакте. Ссылка в описании и в шапке канала. Спасибо за просмотр и всем добра.